МАЗовский стенд, братья белорусы, тема электробусов. Кстати, не знаю в курсе кто или нет, но Москва на данный момент, насколько я знаю, мировой лидер по количеству реальных эксплуатируемых электробусов. Так, симпатичненько. От МАЗа плавно переходим к, нет ни КАМАЗу, Уралу. Я, честно говоря, не силен в грузовиках, особенно в таких грузовиках, поэтому оставлю без комментариев просто несколько кадров общообзорных. Ни разу в жизни не сидел в бескапотнике от Урала, на самом деле крайне интересно. Кнопки все в каком-то то ли в масле, то ли в чем-то непонятном. Ух ты, полностью электронная приборная панель, слушайте, такого ни в одном легкового сейчас нет. И мультируль, ё-моё, мультируль с колесиками. А, не, не колесики, такие, как двухпозиционные клавиши с круиз-контролинг. Это что, Уралу что ли? Ну, магнитола, ладно, её можно вставить было вообще в любую машину. Но вообще должен признать, что сидеть здесь довольно удобно. И, как по мне, сидение здесь, ну вот так, на первый взгляд, даже приятнее, чем в Газели НН. Вроде бы применение совершенно старых каких-то конструктивных решений, в виде вот этой вот форточки, металл, всё, вот окантовка такая, как в ВАЗовской пятёрке. И при этом полностью электронная приборная панель, мультируль. Ты чего здесь только нету? Новая панель приборов. Все данные, как на ладонях. Да он можно подстроить под себя. И он делает процесс управления автомобилем удобно для лёгких. Здесь и Судзу. Отходы сразу справа. Димакс в исполнении Arctic Trucks. Расширенные колёсные арки. Лебёдочка, конечно же. Резина, понятно, не по штату. Ну-ка посмотрим. 315-7 из ТР-17. Не то, чтобы прям огромная. Фирменная лыжа. Защита днища. Arctic Trucks. Ну, вообще, салончик-то у Исудзу довольно приятный, надо признать. Довольно всё так эргономично. Вот этот вот большой экран, не знаю, раньше я его точно не замечал. Был другой. Не помню какой, но другой. Здесь вот такая газелевская тема с верхним ящичком. Запуск с кнопки. Климат. Совершенно не интуитивный. Честно сказать. Привыкать к каждой этой кнопке. Они все одинаковые. Сами вот эти вот эмблемки рукой не ощущаются. Я вообще большой сторонник того, чтобы автомобильный интерфейс был интуитивно понятный. Что он не должен отвлекать человека от наблюдения за дорогой. Все органы управления должны управляться не глядя. Это моё стойкое убеждение. Я готов поспорить с любым, кто скажет иначе. И кнопки, они должны быть физическими. Вся вот эта вот тема с Теслой. Пускай там автопилот, понятное дело. Но когда всё на экране, это неправильно. И вот эта вот история, это история плохого дизайна. Они реально сильно отвлекают водителя от управления по автомобилям. Все тем более иконки одинаковые. Их легко было сделать разного цвета. Вывести как-то по уровню. Кнопки эти также подкрасить, чтобы они сразу отличались. Но нет, этого не было сделано. Несмотря на то, что разработано заново. Здесь вот блокировка заднего дифференциала. Включение помощи при спуске. Ну и по большому счёту всё. Ну и сзади. Второй ряд. Традиционно для пикапов. Не самый просторный, но... И не самый узкий. До тех пор, пока существуют вот эти вот старые архаичные рамные автомобили. Мне будет интересно ходить на выставки и с года в год видеть, по сути, одни и те же платформы. Пускай даже немножко перелицованные, с новыми фарами, с новой приборной панелью. Но железные, надёжные и прочные. Это я люблю. Ну а КАМАЗ вообще офигевший. Я смотрю, у них полностью собственный павильон отдельно под них. Ну так вот, по крайней мере, на первый взгляд, заходя сюда, ничего другого не вижу. Вон там в конце ZF, вроде бы отдельный павильон. И Мишлен. Ну а так вот КАМАЗ, 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 КАМАЗ. Насколько хватает взгляда. Так, ну электробусами нас не удивишь. Либо это троллейбус 2.0, а не электробус. Либо я чего-то не понимаю. Да, совершенно верно. Так называемые троллейбусы 2.0. То есть, по сути, обычный троллейбус, но таки с небольшим аккумулятором. У него есть небольшая автономность, вот в данном случае 20 километров. То есть, он может всё-таки подзарядиться, но основное время должен питаться от контактной сети. И это нормально. На самом деле, у этого много плюсов. По сравнению с обычными электробусами, когда только аккумулятор и полная зарядка, вот, пантографа. Но без контактной сети он, конечно же, ездит не в состоянии полноценно. Дальше линейка каменцевских двигателей. АСФ, АСЛ, АСБ. Тут снова автобусы. А вот это вот что-то новое. Это водоробус. Не, ну идея названия, конечно же, понятна, но само выдуманное слово, новосочинённое, это, конечно, что-то с чем-то. Вот на таком вот количестве водорода, огромные баллоны, три штуки, данное транспортное средство имеет запас хода в 500 километров. Но, с этой стороны ровно такое же количество баллонов, такого же размера, так что их не три. Ну и да, топливное оборудование для водородных транспортных средств несколько посложнее, чем просто для электрических на батарейках. Феерическая по размерам колбаса для перевозки, судя по названиям, континентов, наверное, я не знаю. Либо он сразу 50 лошадей. Так, а это для тех, кто не любит УАЗовский ЗМЗ-409. Будете плохо себя вести, поставят вам вот такой вот китайский Вейчай на 110 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. Ну да, дизельный. Хотели же дизельный. Вот, пожалуйста. Вот такой вот двигатель будет. С вот такой вот коробкой. На коробке ясно и понятно написано, что она только на 90 киловатт и до 380 ньютон-метров. Причем диапазон, то есть это, видимо, в плане разброса качества покрашено, походу, вообще какой-то серебрянкой, если честно. И качество отлива вот всех этих деталей, оно, ну, как-то не очень. Ну и вот он под капотом Патриота. Одинственное что-то такое, вот на таких вот уголках, не крашен. Ну ладно, я жучу, не крашен, наверное, не будут. Но хомуты вот вряд, наверное, так и останутся, когда одна, один шланг надет на другой и затянут. Видимо, это в китайском смысле нормально. А вы вот, главное, жалуйтесь на сборку вазиков, да? Ну вот, ну вот хорошо, вот так вот будет. Да, будет у вас доминатор на 100 ампер часов. А остальное у вас все устраивает здесь? Ну, конечно, я не я, если не покажу вам снизу. Вот эта вейчай коробка. Достаточку даймус нашу оставить, только она висит конкретно и траверса отсутствует. А это что за выхлоп? Почему вообще здесь проходит? Что это такое вообще? Блин, это какая-то жесть. То ли они его не доделали, то ли одно из двух. Но вот в данной конфигурации это точно не вазик, и ездить на нем, ну, я бы не стал. Ну, это мы знаем, это промо-бот называется. Камазу отношения не имеет, но наклейки все равно наклеили. И линейка новинок. Камаз 5490. Выглядит шикарно. Посмотрим, как изнутри. У-у-у, ну, тут вообще лакшери. Материалы отделки, конечно, совсем другие. А комбинация приборов, ну, половина механическая. Не то чтобы это плохо, но вот на Урале сделали по-другому. Ну, здесь, конечно, прям вот Мерседес. Можно вот так вот свободно встать в полный рост и перейти на соседние сиденья. Вот такие прям мягкие коврики, прям вот, прям очень мягкий глаз. И кроваточка здесь сзади побольше. И еще и второй ряд есть, двухэтажный. Все могут отдохнуть. Ну, тут, конечно, прям все шикарно. Пулачки с газовыми упорами. Хотя все равно пластик поскрипывает. То есть это, в принципе, тоже не жесткий пластик, это все мягкая история. Ну, царапается. Ну, какой приятный запах. По крайней мере, не дешевым китайским пластиком пахнет. Дорогим русским пластиком. Слушай, а это чье сиденье? Это сиденье изы. Это и трески? Вот это. Да, это все. А че не нравится-то? Он шикарный. А кондиционное сиденье? Даже пассажирское сиденье регулируется во всех положениях по углу наклона, как вот компьютерное кресло есть. У него все здесь, все эти регулировки присутствуют. И тоже пневмоподвес, походу, есть. Да, есть. Такая еще миленькая шторочка на окнах. И на водительском, и на пассажирском. Камаз, кстати, вообще оборзел. Мало того, что занял практически целое крыло, так еще и на улице он сколько всего выставил, включая новинки. Не знаю, насколько это новинка, но, блин, передняя независимая пружинная подвеска на Камазе. А, не-не-не-не, вспомнил. На предыдущей выставке, да, точно. Я это уже видел сам. Говорю как новинка, но давно не было ни на каких выставках. Это уже было. Вот ровно эту телегу я видел пару лет назад на предыдущем Комтрансе. Точно. И то же самое, только на гидропневматической подвеске. Соответственно, он стоит уже не так высоко. Ну и под конец красавчик трехосный Геркулес. Эпическая машина. И причем, судя по тому, что я вижу спереди, это лидар. То есть, у него есть еще и сверху лидар, и еще сверху. То есть, по всей видимости, уровень автономности здесь не нулевой, это уж точно. И сзади тоже лидар. То есть, прям, прям собирает много информации во время езды. И камера вон одних только сколько. Вон сбоку еще камера. Здесь какой-то датчик фирмы Quintinental. И сделано даже в Германии. А вот эти крышечки вообще на 3D принтере напечатаны. Пару слов Минора. Поговорил с товарищем из Японии. И спросил на тему возрождения старых рамных автомобилей. Как VEHE, CROSS, TRUPER. Сейчас рынок свободен. В принципе, с УАЗом конкурировать даже особо некому. На российском рынке, а на международном и вовсе как-то с внедорожниками сейчас плохо. Но нет, к сожалению, их это не интересует. Несмотря на то, что вот DMAX это достаточно конкурентоспособная машина. Говорят, что несколько лет назад, когда компания почти обанкротилась, приняли бесповоротное решение перейти в сектор коммерческого транспорта. И вроде как только в его рамках собираются в дальнейшем развиваться. Жаль. Вот такой вот Кропус-Экспорт. Ведь даже не очень-то и вода, судя по цвету. И не с крыши, и дождь не идет. Субтитры создавал DimaTorzok